всем привет мне тут вопросы задавали давайте вам покажу обстановочку я тут немножечко лег прилег поспать вот я приехал к клиенту первый груз вернее второй груз в этой поездке уже разгрузил удивительно приехал вчера могли разгрузить вчера но так как я приехал так в принципе уже где-то ради 5 они сказали разгрузят сегодня утром вот большой завод каскейт который производит бумагу в общем завтра меня разгрузят если кому-то интересно кто-то когда-то говорил чебурашка на месте где он был на окне тому был знаю там появилась собака это после смерти моей собаки улы я поставил здесь такую собаку георгиевская ленточка у меня висит на месте раньше она правда была видна из окна но из-за количества банутых вендеровцев я повесил выше российский флаг там же всегда мы моей семьей подарены иконы тоже есть так что так что я чисто русский человек было остался вот я решил записать знаете мне тут задали вопросы люди переживают во первых вам низкий поклон за все ваши добрые слова за советы за поддержку знаете когда вот реально херово читаешь 10 20 100 человек пишет там держись нормально какие-то советы советуют я не знаю как это работает но морально это становится чутка легче поэтому спасибо значит раз я уже вам рассказываю всю эту не то что попею так понял что вам интересно узнать о том как здесь живется обычно я вам так скажу всегда когда такое дерьмище происходило но я сам себя говорил что мне мне на мне не до общения с людьми мне не до записывание видосиков вот очень редко у меня как-то так хватало каких-то сил что-то бежать записывать когда-то показывала мне там и трейлер колеса загорались как я тушил вот в общем это конечно редкие были моменты что я что-то в этот момент вам показывал в основном я приунывал им ничего не хотелось но тут я знаете сделал вывод что во первых люди совет советовать могут во вторых как я уже сказал повторюсь извините ваша поддержка она морально помогает потому что бывает она да хочется хоть хоть быть вот и вот вы пишете что возможно есть там проблема с прокладкой между там головой двигателем вот да 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 такое возможно возможно но особенно это было бы повело бы или даже мало бы треснули лавайся потом был петербилд сейчас пока нельзя сказать вот в петербилде это сто процентов она треснула из-за перегрева вольво но нельзя точно сказать что нет нельзя точно сказать что да я конечно я уже проверял масло открывал щуп проверял масло там все нормально чики-пуки они не ничего такого даже близко нет вот в бачок в расширительный антифриза тоже газа никакие не пробивают а вот то что они за воздушили и это да это да это да это я с вами согласен за воздушили и вот это наверное когда я ехал был был там воздух где-то системе ну вот объясните мне пожалуйста я не совсем понял в этом случае если там система попадает воздух я он там где то есть из ваших объяснений я понял что потому что воздух присутствует я могу понять открыв то есть вернее включив печку то есть она тупо не будет работать а что мне сделать для того чтобы воздух из оттуда система состоять там жаль там патрубки как бы вот вот так вот вы ну памп то есть этот нас уже должен это вроде как бы сделать он же должен там прога прогонять по системе какую-то порцию антифриза в общем подскажите потому что честно этот момент я не совсем понял что мне надо делать на вот подскажите ваши подсказки не полезно вот но вроде бы то тут даже говорить не хочу вроде бы ну пока но этот вопрос я задавал у дилера я сказали не нормально вот но нормально не нормально стопроцентной гарантии нет вообще надеюсь что пронесет значит что люди говорят бочки но первых бачок не разорвало отреснул радиатор радиаторы я понимаю что бывает там где-то под забился бывает там под какая-то не знаю коррозия тоже если там воды налил я буду не наливал радиатор довольно новый радиатору моему ну где-то но года два с половиной максимум три вот то есть не должен он был быть плохим но внизу радиатора внизу и сверху там есть пластик в принципе он тоже не должен разорваться но вот он разорвался именно в пластике вот не вот задали вопрос может ли так быть что этот радиатор был бушный ну или восстановленный и вот почему я решил записать видео как раз потому что захотел ответить я уже даже начал отвечает на там писать много в общем может быть может быть здесь в америке и в канаде как работает систему ну допустим тебе надо купить новые инжектора инжектора там генератор тебе надо вот например ног сенсор я в этой поездке менял кто знает знает ног сенсор ты приносишь берет покупаешь новый ты приносишь старый и очень много других деталей ты приносишь старые почему они это восстанавливают вот к примеру те же самые инжектора которые я вам говорил уже видео что где-то на год бывает не хватает что в принципе совсем не нормально мало того что они делают не очень хорошую работу когда они устанавливают мало того что я вам даже больше скажу более старые к примеру моторы volvo там по моему это d12 был у меня сейчас d13 d12 не механики говорили что раньше между инжектор капом стаканом и самим инжектором там была такая металлическая прокладка вот ты вставлял зажимал и через эту прокладку никогда в жизни ничего не про не просачивалась вот они прокладку убрали то есть теперь у тебя по сути так такой как бы наверное латунный стакан у него как бы такой конусообразный там внутри такое место и такое же конусообразное место на инжекторе и вот два таких вот жестких металла соприкасаются и вот сейчас там в этом месте очень часто происходит просто прогорание про про прорыв там и зачетом газов вот и в этом месте то есть вместо того чтобы вы знаете у вас есть хорошая отработанная система у них а сана не конусообразный инжектор а прямой и там тут такая шайба прокладка специальная лежит и у вас никогда не было проблемы но эти суки я думаю они думают сидят и думают ну вот мы сделали двигатель также точно как и в машинах легковых вот эти mercedes раньше были неубиваемые там бмв и все остальное холодильник моей бабушки до сих пор где-то там у кого-то на даче работает производства не знаю на там 56 года до сих пор работает а к примеру мой новый холодильник вот 10 лет и все и кирдык и все и новый но вы понимаете о чем я не хочу в сторону как бы отходить от темы так вот вместо того чтобы что-то сделать такое вот надежно и и продолжать эту систему использовать они нет они меняют они по по сути я вас уверяю неси это думаю на сука не ломается значит шушь нам надо сделать а вот это вот повестка дня беречь и экологию а она не бережется это экология ну вот на под шумок это вещи они добавили вот эту систему регенерации систему df добавили куча сенсоров вот и вот эта вся шляпа она ломается я не знаю что вам сказать когда вы говорите ну радиатор ломаться не должен я не знаю что на это ответить а вот и когда и вы с добрых побуждений пишите что возможно там проблема хуже не могло у меня там быть проблемы хуже по крайней мере до того как у меня этот радиатор треснул не могло поэтому я думаю это просто все ну наверное специально плохо производят детали воду инжекторов у меня я имею ввиду на двигатель у меня было два последних раза они раскалывались их корпус не внутренности там переставали там сыкать как положено а у меня просто рвало эти эти инжектора там кусочек такой вот то что входит для женщины это конечно видео будет неинтересно ну в общем да давайте тогда без самых таких подробностей в общем ломала пополам соответственно сам корпус этих инжекторов он уже был от кого-то восстановлен этот конус в инжекторе можно нарезать заново а вот в общем вот это то что я вам могу сказать то есть здесь не новые детали не новые все что корпус не сломался пополам я так понимаю они могут восстановить и продают дороже даже какой дороже они продают как новое плюс раз уж такая такой разговор здесь есть понятие aftermarket not примеру есть у тебя для примера есть у тебя масляные амортизаторы volvo есть у тебя масляные амортизаторы другую фирмы там мир маритон или там какой-то другой вот в этой поездке кстати я вам не сказал у меня три раза были поломки первый это у меня вот сломался бушинге разрушились в масляном амортизаторе вот ладно я пошел на трак стопе я в лавс трак стоп лавс там можно их купить вот я купил два болта у меня инструменты есть я очень много чего ремонтирую самостоятельно у меня ну хотите покажу сейчас у меня есть и у такого домкрат куча всяких головок вот этот синий ящик внизу это инверторный обогреватель для того чтобы нагреть какие-то гайки она до красна раскаляет всевозможная куча всяких ключей ключей всяких куча и по два экземпляра всех размеров там всякие головки разные в общем очень много я меняю самостоятельно меняю какие-то например топливные фильтры прошлой зимой у меня было что я менял топливные фильтры практически бывало каждый день несколько раз бывало каждый день также точно как и фильтра сепаратор который воду ну как бы если есть системе вода сепаратор а что же каждый день а почему а потому что солярка в америке говно потому что там бешеное количество на как это называется вакс парафина то есть она не зимняя вот так вот ты приезжаешь к примеру в техас у них там вроде как бы тепло вот солярка тоже настолько под подорожала что ты реально едешь и смотришь где бы подешевле и заправляешься на больших заправках но тут есть как бы такие бренды как к примеру love's как к примеру там flying j там pilot они дорогие есть другие тоже большие сети но большие не какие-то колхозные там знаете что там не крыша не не ни хрена большие сети но они дешевле ну вот выбираешь сети подешевле заправляешься на этих сетях а потом у тебя потом у тебя получаешь уведомление о том что надо поменять фильтр кстати вот есть же вещи которые я просто вот вспомнить так узнаете вот сейчас по по ходу разговора последний раз мне сказали по поводу этого седьмого инжектора то что они там нашли какую-то грязь я говорю как вы там нашли грязь если есть фильтр сепаратор нашли так что тут такой вот комплекс проблем комплекс летом вроде нормально вот а зимой вот я и фильтры откручиваю то есть и все вот эти вот для то что подкрутить фильтр есть специальный в общем все и все есть для такого вот мелкого ремонта у меня есть сейчас покажу у меня есть вот подушка подушка запасная на всякий случай если долбанет она у меня есть вот там вот у меня в ящике в этом у меня есть как он называется это клатч это сцепление вентилятора сейчас покажу вот с этого ракурса будет виднее и лучше вот это вот это вот байда у меня лежит тоже запасная на всякий пожарный случай потому что это я менял где-то последний раз где-то лет шесть-семь я ее уже менял где-то лет шесть-семь вот видите вот вы говорите еще трак старый да где он старый вот это новое это помененное это вот даже видите цвет недавно меня на там все вот эти вот ремни все заменены здесь тоже вечно течет а вот но этим делом тоже занимались вот это вот как цилиндр сцепления новый там внизу цилиндр сцепления но здесь вот есть контроллер касается где он вот там вот контроллер касается это все регенерация это новое это новое вот это новое вот это я говорил стирен бокс вот эти вот болты мне не прикрутили это херня чуть не отвалилась как я сказал если бы отвалилась вот это вот тяга отсоединилась бы я бы потерял бы контроль и погиб бы вот вот это ну как новая вот эта штука она очень дорогая она немецкая в моей системы в моей модели она немецкая она как раз восстановленная ребилдовская идем на другую сторону вот как я сказал сепаратор тоже вот посмотрите ну ладно мне надо скоро я сейчас сам менять не буду мне надо скоро менять масло значит поменяют мне этот сепаратор вот посмотрите он патрубки они новые вот это я недавно этим занимался это я недавно менял вот там вот менял он 7 инжектор вот это 7 инжектор называется менял вот этот контроллер в турбине новый турбина тоже новая там и жар вал новый вот такой вот как он называется в общем труба жесткая дальше идет гибкая вот там дальше новая там вот ну тут короче до хрена ребята всего нового понимаете до хрена поэтому поэтому сказать трак не молодой все сыпется там карданные валы как я сказал от и до все новое вот тут кстати что-то тоже еще подтекает наверно сальник все карданные валы новые посмотрите трак 2011 года у меня ржавчины ржавчины нет на на раме вы посмотрите я за ним слежу вот это вот эту хрень этот клапан я тоже недавно менял своими руками мучился долбался подлезть невозможно пришлось метод вырезать для того чтобы прикрутить это все но никак невозможно было своими руками менял вот эти подушки новые вот такая вот штука это называется cross member не знаю как по-русски прямо под двигателем тоже были 3 отрезка новые петли на которых висит кабина там впереди новая вот этот бензобак топливный бак я его пробивал мне купил я другой то есть пробитие было там впереди я свой как бы отдал он тоже он как не новый но вот смотрите вот здесь под этими хомутами там попадает какой-то песок и она как бы трется под каждым хомутом они наварили еще алюминий и там и тут и и здесь то же самое надо сделать с той стороны вот усовершенствован этот бак тем что там есть клапаны сейчас я установил что я могу отключить этот бак в случае чего а раньше можно было отключить только правый а левый нельзя было теперь и правый и левый вот то есть головняк постоянные во всем колеса тормоза тормоза все все новое недавно поменена там ступицы в общем да даже вот эти диски даже диски из-за того что из-за колес как бы подтирается здесь не несколько тоже поменены новые вот эти вот чемберы вот это тоже все новое а пятое колесо или по-русски по моему это называется седло механизм новый тут новый трак ребята поэтому сказать что страх старый и пришло время она все сыпется мне тут уже давно все сыпалась пересыпалась и поменялось по куче раз так что я слежу я слежу за своим траком это не пробег у меня уже два миллиона пятьсот тысяч уже почти скоро пятьсот десять тысяч но это не значит что здесь все родное двигателю делали ребил до того как я его купил на 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 него было потрачено 32 тысячи долларов и поэтому я этот трак и купил у него был пробег где-то в районе 900 тысяч вот я когда увидел счета что ему сделали ремонт и поменена всякой херни было на 32 тысячи я сказал надо брать так что слежу слежу он сейчас даже поверну секунду выходить уже ладно выйду капот капот тоже взял треснул капот взял треснул я файбра глазом он тут ремонтировал капот вот эта решетка новая перед за решеткой есть сетка это всегда есть вы советуете поставь сетку сетка есть значит но вот в передний радиатор смотрите там женщины мужчины которые в этом не не понимают вот этот радиатор у меня была проблема перед ним стоит другой радиатор честно говоря сейчас забыл к чему он относится вот но это другой радиатор не помню извините перед ним стоит еще один радиатор этот радиатор кондиционера и то есть тут такой сэндвич бутерброд из радиаторов и да я смотрю на этот ну ничего такого ну вот тут как эта палочка ну какие-то мухи тут как бы чуть чуть но когда я увидел переднюю часть этого радиатора она была забита пухом а я даже представить не мог что что-то может пройти через два радиатора впереди и создать проблему в последнем ну извините не да не думал я не догадался ну прямо я даже не знаю как это произошло то есть факт то что это происходит мне известен а где логика почему не понятно ладно но это я не нервничаю это просто сейчас запыхался туда-сюда скакать так что ну лоховое стекло несколько раз менял вот камни попадают последний раз менял год назад и через две недели после того как поменял попал камень вот тут такая маленькая с этим можно ездить лучи не пошли разные стороны слава богу так что че я тут только не менял понимаете че я тут только не менял что-то своими руками что-то у меня есть очень хороший механик мол хороший механик молдаван в монреале вот юлиан если кто из монреале советую я конечно советую а потом звоню юлиана или он место есть он лет нет так много клиентов места нет метод вадима кто-то советовал сказали если есть номер если нужен номер мне дадут номер вадима мне вот буквально недавно дали так что если что может я к этому человеку тоже подъеду но ты же ездишь по всему континенту у тебя что-то ломается и это же не так что ты на легковой машине у тебя сломалась и ты поехал вот к одному и тому же ты вынужден все время обращаться к разным и у тебя зачастую выбора нет вот поэтому ладно в общем всем спасибо за за ваше участие вот надеюсь что ну какое-то существенное время у меня все будет нормально тут прямом смысле слова надо помолиться поэтому помолитесь потому что групповая молитва это очень сильная вещь потому-то у меня как у блогера есть возможность попросить и кто-то может быть злорадствует но есть очень много хороших людей на канале которые за меня искренне переживают вас я прошу пожалуйста помолитесь что бог то есть и помощь божья есть ладно я уже тут наварил на 32 минуты почти 33 а это многовато все ребят будем на связи я попытаюсь здесь не знаю как долго я буду загружать это видео но с телефона гораздо проще это делать у меня есть еще три которая вы еще увидите это видео будут как я ехал сюда вот просто с компьютера это тяжелее сделать загрузить реально тяжелее гораздо поэтому вы еще увидите то что было до проблем все пишите комментарии распространяйте пусть новые люди приходят 1 ребят всем удачи будем надеяться что все у нас будет хорошо как говорится по скриптам дабы быть справедливым хочу буквально пару секунд мне представляете меня разгрузили я увидел вообще завод закрыт как бы траки они не принимают вот но я ну там вот подошел увидел какой-то там парнишка ходил подошел к нему говорю слушай ну мало ли здесь есть возможность вот как-то так по человечески поговорил он пошел позвал мужика в общем они меня разгрузили еще не все пиндосы не все пиндосы пиндосы вот есть среди них и американцы все хата ребята может это белая полоса дай бог дай бог все сейчас я еду все грузы я скинул сейчас я еду на чья сейчас находился в городе сан-гелленд орегон это на севере кому интересно найдете есть вот тут портланд я сейчас туда еду за грузом вот и сегодня же я и загружусь но вообще те которые меня загружают они очень хотели что песен не загрузился вот я в общем подсуетился и там мужику помог то есть он завтра в отпуск уходит рад счастлив короче не все так хреново бывают и хорошие времена все всем пока